ПРОПЕЛЛЕР Насколько нам известно, ты у нас закончил институт психологии. Правильно. Как тебе вообще твое образование пригодилось в юморе и пригодилось ли оно тебе вообще? Быстро отвечу – никак. Увы, я пришел в институт уже будучи КВНчиком, там я просто учился, параллельно развивался. Сегодняшний наш выпуск посвящен так или иначе юмору, жизни в юморе и жизни, связанной с юмором. Интересная получается ситуация, юмор несет в себе огромную какую-то социокультурную роль. И при этом ведь, насколько я знаю, я не психолог, но что психологи, что культурологи не могут до сих пор сойтись в определении природы юмора. Как бы ты, может быть, природу юмора бы определил? Есть такой раздел психологии, называется «Психология юмора». У Фрейда была книжка же, кажется, да? У Фрейда была и у многих других исследователей, они брались за исследование юмора, они там классифицировали, выделяли даже виды шуток, так скажем, виды того, что смешно. Как бы я определил юмор. Ну, юмор – это какой-то парадокс, если по факту это что-то вот, какая-то что-то, идущее вразрез с логикой, мне кажется, и вызывающее реакцию соответствующую. Ну, вот, парадокс, пожалуй. Люди, которые связали свою жизнь с юмором, которые очень веселые, никогда не лезут за словом в карман, в жизни не очень веселы, потому что там и шутки, может быть, какие-то в жизни уже все повторяются и так далее. Вот в твоем случае как? Ну, по сегодняшней передаче, вы поймете, она будет невероятно скучной, и, собственно, вы поймете, что это правда, но не каждый человек на самом деле. Есть люди, которые веселые в профессии, там, в своих творческих каких-то проявлениях и веселые в жизни. В принципе, если нужно, я могу быть смешным в обычной жизни, но в целом, мне кажется, я не такой прямо искрометный весельчак, который все время шутит и веселит народу. То есть в состоянии покоя юмор у тебя так отключается? Ну да, и надоедает он тоже, если его не отключить. Мы тогда переходим к нашему сюжету, который снял Славик Брешев, и этот сюжет «Профессия КВН». Давайте посмотрим. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы находимся на одной из игр КВН. Что же такое КВН? КВН – это хобби? 52 года КВН-у, люди в него играют, и это не как хобби. Вот у меня КВН не как хобби. Это реально как работа, и если это работа, значит, это профессия. Когда ты снаружи, вне КВНа, ты думаешь, что это какая-то фигня, что это такое, а когда ты уже внутри самого КВН, ты участвуешь, ты не можешь понять, как и почему, что тобой движет. Ты хочешь играть, и да, я бы записал ее как профессию. Это как работа, над которой ты сильно не напрягаешься, ты думаешь, что это нужно, и все. Если бы за КВН начали платить, он бы как-то изменился? Не знаю, не знаю. Вот то, что Масляков создал эту безжалостную машину юмора, бесплатную еще к тому же, это самое удивительное. И самое удивительное, что в нее все играют, а играют у нее куча народа. Это школа жизни, и именно люди становятся сильнее, они побеждают сильнейше, становятся каким-то организованным и так далее. То есть, даже в каком-то интервью, я не помню, по-моему, Семен Слепаков говорил, что если бы в КВН просто давали бы командам деньги, ну все, ничего бы не получалось ни у кого, это расслабляет уже, а так своеобразная закалка, что ли. Пришли бы уже не душевные КВНщики, они бы пришли только за деньгами, и уже как бы работали только на деньги, а как, знаете, деньги бы у них, допустим, опять вдруг забрали, все, КВН бы рухнул, потому что уже пришли все как коммерсанты. Вообще обидная движуха! Вообще обидная движуха! Что тебе дал КВН, и что он у тебя забрал? Он мне ничего не дал и ничего не забрал. Он у меня забрал. Все? Вообще все, что у меня есть в жизни, данный КВН, мою работу, в конце концов, все мои личные какие-то качества, навыки профессиональные, то есть коммуникабельность какую-то. И забрал, наверное, весь негатив, и я ему только за это благодарен. То, что он мне дал, гораздо важнее, то, что он забрал. Но у меня нету личной жизни, допустим. Но у меня есть суперкрутые друзья, которые в любую минуту меня поддержат, поймут меня, пойдут за мной, за моей спиной будут стоять. А у меня что-то наш? По поводу профессии КВН можно сказать, что кто-то действительно начинает заниматься этим столь увлеченно, что это переходит в основное его занятие. Многим людям КВН становится профессией, люди уходят просто в эту систему работать, ведь КВН в российском масштабе это действительно огромная система. Это система ЛИК, начиная от высшей, заканчивая региональными. Там есть директора ЛИК, там есть администраторы, там есть редакторы, конкретные игры. Ну, то есть можно попасть в эту систему и там работать. И зарабатывать деньги за счет КВН. Нет, а тебе как КВН помог зарабатывать деньги. И помог ли вообще? И много ли? И много ли, да. Чтобы прийти к вам, я одолжил пиджак, джинсы, поэтому сделайте выводы. Нет, конечно, то есть приносил деньги, приносит деньги до сих пор. Получилось заявить о себе хотя бы на уровне города, так скажем, да. В каких-то определенных кругах я практикую все, что перечислял. Ведущество, там, в корпоративах и так далее и тому подобное. Помогаю там команде, соответственно, тоже не бесплатно, да. Вот в таком формате, да. Ну, КВН же не гарантирует тебе денег, даже если ты попал на первый канал. Он бесплатный все время. Как, на твой взгляд, развивается вообще КВН в Якутске, в Якутии? Уже немалый срок ты за этим наблюдаешь? КВН в Якутске развивается. По утверждениям тому служит появление региональной лиги. Это о чем говорит? О том, что есть официалка, соответственно, шутки команд защищены. Они официально конспектируются, отправляются, их никто не украдет. Путь до телевизора становится короче. Потому что побеждаешь здесь, в регионалке, едешь на фестиваль там, где победители всех регионалок России. Побеждаешь там, попал в третью по силе лигу, в первую, а там уже шаг до телевизора. Давайте перейдем к нашему следующему сюжету, который снял наш корреспондент Михаил Кириллин. Он побывал на таком мероприятии, как Comedy Jam. Ну и давайте посмотрим, что он там нашел, кого увидел. Как же это все выглядело. Стендап или как еще называют этот жанр стендап-комеди, как правило, юмористическое сольное выступление перед аудиторией. В арсенал стендап-комиков входит монолог, короткие шутки и импровизации с аудиторией. И вот уже в нашем городе этот жанр стал набирать обороты. Все о стендапе в Якутске прямо сейчас. Меня зовут Орлов Сергей и я представляю Comedy Jam в Якутске. Это пришло еще ко мне до того, как вышла передача стендап-комеди на ТНТ. Я смотрел много заграничных комиков, западных особенно. Эдди Мёрфи – первый человек, который произвел на меня впечатление. Ну, долго не воспринимал стендап на русском, как конкретную стендап-комедию. Давно листал журнал и увидел там часы, они стоят 27 тысяч долларов. Знаете, какая там главная опция? В них можно нырять на глубину 56 метров. Первый вечер, который мы сделали, пришло, ну, не больше, наверное, 30-40 человек. Мы выступили вчетвером. Это был наш первый опыт в стендапе здесь, в Якутске. Абсолютно не разбираюсь в машинах, потому что когда едет какая-нибудь крутая тачка по проспекту, все мои друзья говорят, вау, вот это аппарат, твит-турба, джезе, 300. Я говорю, ага, крутая, белая. Когда мы поняли то, что нас, стендаперов, меньше, на самом деле, чем уже довольно-таки известное движение КВН в городе, мы решили это все объединить и сделать аналогию Камеди Клаба и сделали Камеди Джем. Поцелуйся, кто такие? Камеди Джем! Вообще в жанре стендапа не существует никаких запретных тем, я считаю. И все зависит от менталитета какой-либо страны или какого-либо народа. В мире много непонятных вещей. Я не понимаю парней из АХ, которые носят красные магазины. Красные магазины. Носитель желтый Тимберлендер. Идя на шоу, ты не смотришь то, что он тебе подготовил. Ты смотришь больше, ты смотришь то, что есть у человека внутри. Когда я выхожу на сцену, я говорю, здравствуйте, дорогие друзья, сейчас мы начнем нашу свадьбу. Пожалуйста, проходите, садитесь за свои столы. Обязательно находится такой человек лет 40 в сером костюме, который тупит постоянно. Говорит. Вы ведущий? Ты можешь быть дико смешной в своей компании, ты можешь быть дико смешной рассказчик. Но пока ты не вышел на сцену, ничего не начнется. Дай бог, что будут люди, которые будут подтягиваться к камеди-джему или делать какие-нибудь свои движения. И дай бог, чтобы в республике развялся стендап. И меня, и семье, и свою другу на свете. Почему стендап, вот как жанр на Западе, он очень сильно развит, а у нас все в основном ограничилась программой «Аншлаг», которую с трудом можно назвать подпалацем на стендап? Ну, может быть, нужно лазить КВН? Нельзя сказать, что совсем нет стендапа, потому что, если говорить про «Аншлаг» и вообще про вот эту вот когорту артистов, еще, которые с советских времен существуют, и еще до них, вспомним, Райкина, да, Жванецкий. Вот это просто, по-моему, супернаходка. Наш собственный советский кардер. Да, наш кардер. Да, наш кардер. Как ты оцениваешь вообще наш местный стендап, наш юмор? Отлично, что он появился. Хорошо, что он есть. Здорово, что у нас нашлись люди, которые за это взялись. И я думаю, что у него есть будущее. У нас есть отличная фишка, это в виде колорита. Ну, по крайней мере, квенчите точно использовать этот козырь. Не знаю, как в стендапе он может быть, почему нет. Ты можешь вообще сказать, что юмор делает тебя счастливым? Счастливым прям. Ну, скажем так, он может повлиять на отрезок какого-то отдельно взятого счастья. Вот на два часа сделать не счастливым. Добавляет позитива, добавляет радости в жизни. Приятно рассмешить кого-то. Приятно, когда тебя рассмешили. То есть, в целом, ну, счастье строится не только на юморе, еще у него много составляющих. Что ты можешь пожелать нашим зрителям или в связи с юмором, или без юмора? То есть, в принципе, так сказать, обратиться к миру урби-эт-орби, как говорится. Ну, или туда. Это сейчас то, что мы договаривались, чтобы я сказал, чтобы они смотрели пропеллер. Что пожелать людям? Занимайтесь тем, что вам нравится. Мне нравится играть в КВН. Я играю в КВН. И вы тоже играете в КВН. Нет, тем, что нравится, здоровье, счастье. Чтобы дети радовали. Чтобы вот, когда на остановку подошел, и вот автобус сразу подъехал. И йогурт открываешь, и полностью крышечка открываешь. И автобус подъехал сразу тебе в кухню. На самом деле, автобусы – это моя больная тема. Я вот сейчас в финале скажу. Я езжу сейчас на муниципальном автобусе. Он супер. Он большой и вместительный. Поэтому ездите на муниципальных автобусах. Вот. Друзья, наш выпуск подходит к концу. Полную версию передачи вы можете посмотреть ВКонтакте, в сообществе Проб.ТВ. Это был 342 выпуск. У нас в гостях был Александр Комогорцев. И увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры предоставил DimaTorzok Хочешь иметь престижную профессию? Филиал Байкальского государственного университета экономики и права ждет тебя. Ведем набор по 20 специальностям высшего и среднего профессионального образования на бюджетные и коммерческие места. Подробности по телефону 36 9191 и на сайте филиала Байкальского университета. Тауня1.ру. Только лучшие.